Купцы в меховых шапках, князь Великого Княжества и колоритный чеканчик так называемых солидов. Как вы уже догадались, мероприятие, приуроченное к 350-летию работы Берестейского монетного двора, началось с костюмированного представления, после которого гостям было предложено ознакомиться с тематическими выставками учреждений культуры города, а заодно с историей нумизматики страны. К примеру, сотрудники Брестского кровеческого музея представили на выставочных стендах ретроспективу нашего пограничного города, а также редкий экспонат – медные солиды или шелиги образца 17 века. Именно такие чеканились на Берестейском монетном дворе. По мнению специалистов, раритетные монеты были частью клада. Кладовые можно увидеть по зеленой патине и, конечно же, те монеты, которые долго лежат в земле на одном и том же месте, эти монеты просто склеиваются. И мы можем там увидеть, что ряд монет имеет такие виды столбиков. То есть это склеенные монеты от долгого лежания, соприкосновения друг с другом. Пока одни рассматривали старинные монеты, другие принимали участие в гашении специальной открытки с изображением Берестейского монетного двора. Ну а у третьих была возможность понаблюдать за процессом изготовления мелкой разменной монеты в народе «Боротинки» от фамилии итальянского ученого Тита Ливия Боротини. Кстати, по подсчетам ученых, за год существования Центра по изготовлению монет в Бресте было отчеканено 240 миллионов 680 тысяч 150 медных солидов. Мы посчитали своим коллегам, это надо 7 монет в секунду. Если не кушать, не пить, не спать, ничего не делать, только печатать. Понимаете? Самым вероятным местом чеканки монет мог быть Берестейский замок. Почему? Потому что в 1665 году это было единственное, приспособленное для этих целей мест. Город был пять лет раньше разрушен, шла война, и города практически не существовало. А замок уцелел. По историческим данным, Берестейский замок находился на территории нынешнего музея Берести и подпадал под королевскую, а значит государственную юрисдикцию. Был хорошо укреплен и охранялся, а значит был идеальным и единственным местом для чеканки медных денег. Сегодня в условиях скорой динаминации национальной валюты, а также в преддверии возрождения монет в денежном обращении Беларуси, история нумизматики страны тема более чем актуальная. Это безусловно важно, потому что у нас опять появляются монеты, и всем будет очень интересно, какие были монеты раньше, так как они с собой несут не только какую-то материальную ценность, а прежде всего и духовную. Самая главная цель – это, конечно же, привлечь внимание молодежи к изучению своего края, своей истории, для того, чтобы у молодежи был интерес к копанию в истории, для того, чтобы не только взрослое поколение, которое сегодня у нас здесь будет на круглом столе выступать, и которое вникает в суть и существование Старого Бреста, но и чтобы та молодежная аудитория, которая сегодня посетит это мероприятие, увидела вживую эти баратинки, которые здесь у нас сегодня находятся, посмотрела на стенды, и, возможно, кто-то из этих молодых людей заинтересуется этой темой и в свою жизнь, в свое свободное время, в свое хобби посвятит в будущем изучению родного края. После торжественной части мероприятия, приуроченного к юбилею Берестейского монетного двора, гостям было предложено стать участниками круглого стола. Его главным предметом обсуждения стала деятельность и локализация первого центра чеканки монет на территории средневекового Бреста.